Здравствуйте, уважаемые зрители! Сейчас я хочу рассказать вам о хроническом гепатите. Ну, я уже выпускал видео о печени, о проблемах, связанных с болезнями печени, и обязательно их посмотрите позже, а сейчас кратко постараюсь, но очень важную тему освещу. Это полиэтиологический диффузный воспалительный процесс печени, который продолжается более шести месяцев к ряду, при котором нарушается в конечном счёте структура самой печени. Этиология проблемы. Ну, одной из причин возникновения хронического гепатита является острый вирусный гепатит. Если он не своевременно диагностирован, но также было, например, назначено недостаточное, неправильное лечение, во время которого пациент нарушал диету, например, или принимал алкоголь, этот страшный протоплазматический яд, то тогда возникает уже и переходит в следующий идёт стадии, и возникает в итоге хронический гепатит. Другой причиной хронического процесса может быть токсическое влияние на печени, самого алкоголя, любых других сильнодействующих химических препаратов, средств лекарственных, в том числе, кстати, антибиотиков очень часто, безусловно, цитостатиков и даже иногда седативных препаратов синтетического происхождения. Такие применения требуют от печени максимального напряжения в работе, максимальных функций выведения. Ну и к тому же, если есть отравление солями тяжёлых металлов, на производствах вредных, например, при работе специфической, то это тоже фактор. И вот если этот в течение жизни приток токсичных различных химических веществ не ослабевает, не прекращается, а никаких мер по защите и очищению печени от токсичных веществ не происходит, то тогда постепенно деятельность печени ослабевает, а структура печени меняется. Итак, патогенез. При длительном нахождении вируса в организме, возможно, внутриутробное заражение через плаценту от матери к ребёнку, кстати, вирус может бесконтрольно размножаться, он очень сильный, стойкий, на УЗИ печень может быть не изменена, в биохимии крови без патологии, скажем так, это вполне может быть. Ну а вторая фаза, когда иммунная атака есть, в биохимии крови повышаются трансаминазы, вирус мутирует, и в этой фазе при лечении может наступить выздоровление или может перейти в хронические процессы. Вообще существует классификация по этиологии, бывают вирусные гепатиты, токсические, то есть, понятно, от химических различных веществ, токсико-аллергические, то есть, смежные и алкогольные, как отдельный вариант, безусловно. По морфологии болезнь может быть персистирующей, то есть, медленное развитие, доброкачественное течение, нет погибших клеток в больших количествах. Это может, кстати, закончиться, тем не менее, фиброзом, но не циррозом. Есть активная форма, то есть, злокачественная форма с резко выраженной интоксикацией, она быстро прогрессирует, примерно через 5 лет переходит в цирроз. Есть холестатический вариант болезни. Наблюдается в этом случае внутрепечёночный холестаз, очень злокачественное течение гепатита. Такое течение очень часто и быстро переходит в билярный цирроз. Так вот, клиника. Первые проявления болезни соответствуют остено-вегетативному синдрому, то есть, слабость, утомляемость, нарушение сна и прочее. Это обусловлено хронической, как раз, печёночной недостаточностью. Это характерные признаки. При прогрессировании болезни возникают внепечёночные знаки. Например, проблемы с кожей различные. Часто возникает кровотечение дёсен, носовое кровотечение. Ну, я поясню чуть дальше, с чем это ещё связано косвенно. Обострение хронического гепатита сопровождается желтухой, диспепсическим синдромом, субфибриальной лихорадкой, кожным зудом, цвет мочи, как правило, тёмный, а кал светлый. Диагностика. Ну, нужно провести биохимический анализ, да? Повышение уровня билирубина в крови, АЛТ, АСТ, указывает на процесс разрушения гепатоцитов, то есть главных основных клеток печени. Повышается холестерин крови, уменьшаются белковые фракции крови, становится меньше альбумина, гамма-глобулина, фибриногена, уменьшается протрамбин, так как нарушается всасывание витамина К. Вот тут прямая связь. А здесь-то проблемы, как правило, с печенью. А проблемы с печенью часто бывают по причинам ещё паразитов, ну, о которых я немножко скажу здесь, хотя есть отдельные лекции, я их тоже укажу, какие стоит посмотреть. Так вот, косвенные признаки дефицита витамина К – это действительно лёгкие кровотечения при лёгком повреждении, да? Там ковыряется человек в носу, кровь течёт, чистят дёсны зубной щёткой, течёт кровь. Вот это вот характерно. Поэтому стоит исследовать. Витамин К анализы делают, К2 не знаю, делают или нет. Ну, в лабораториях, я имею в виду простых обычных клиниках. Но, по крайней мере, чтобы восполнить дефицит, это шпинат, это брокколи. Там много витамина К, два. А витамин К в любой зелени практически. Так вот, при иммунологическом исследовании крови, которое необходимо пройти, да, часто у больных наблюдается именно снижение количества Т-лимфоцитов, а повышается содержание в крови иммуноглобулинов. Ультразвуковое и радиозвуковое сканирование выявляет диффузное увеличение печени и часто бывает, что увеличивается при этом ещё селезёнка. Тогда такие исследования показывают и данный процесс. Дифференциальный диагноз хронического гепатита чаще всего проводят с острым гепатитом, циррозом печени, доброкачественной билирубинемией. Помогает поставить диагноз анамнез. Объективно при циррозе печени наблюдается портальная гипертенезия, а также назначается маркерный анализ крови на гепатиты. Что касается лечения, необходимо устранение повреждающего этиологического фактора. Ну, во-первых, диета, да. Диета, с одной стороны, должна быть с большим количеством белков, но белков не животного происхождения, а растительного. Но должны быть все в рационе питания незаменимые аминокислоты. Это крайне важно. Почему? Высокомолекулярные животные белки вредны. Об этом я во многих своих лекциях говорил, пояснял. Но белки необходимы в больших количествах при данных заболеваниях, потому что печень, во-первых, синтезирует очень многие белки, по крайней мере, все белки плазмы, крови. Она участвует в рециркуляции белков в организме. Она разбирает белки погибшие и синтезирует на многие новые. Поэтому необходимы для поддержки печени, для обмена тканями самой печени, во-первых, потому что идет быстрый распад и быстрый синтез новых белков. В самой печени необходимы белки. И поэтому используйте дополнительное количество свободных аминокислот, в том числе незаменимых, но не искусственного синтеза, органического синтеза. Особенно трептофан нужен дополнительно. Но помимо аминокислот вообще есть готовые продукты. Например, посмотрите мое видео, как набрать мышечную массу. Вы можете применить эти меры. Также помните, что в крапиве, шпинате очень много аминокислот. Много аминокислот различных, соответственно, белков в орехах. Только не нужно совмещать несовместимую пищу, то есть орехи со сладостями, орехи с фруктами несовместимы, а с зеленью, овощами, безусловно. Больше пейте зеленых коктейлей и ешьте зелени. Обязательно посмотрите мою лекцию «Дисбактериоз» и учтите там важнейшие факторы, как обеспечить организм вообще всеми необходимыми питательными веществами, которые только могут потребоваться организму. В данной ситуации это жизненно необходимо. Тем более, это как раз речь там идет о фокусе соки проростка пшеницы и дикой спирулини, именно дикой. И, конечно, о проростках. Особенно я рекомендую амарантовый и кунжутный. Однако, посмотрите эту лекцию. Далее. Нужно ограничить количество жиров, поступаемых в организм. По маслам я рекомендую в данном случае кокосовое, органовое, льняное вакуумного отжатия, потому что иначе оно быстро окисляется, а маленькие тюбики вакуумного отжатия. Можно выпить за раз, и действительно, это будет большая польза, потому что в льняном масле практически самое высокое содержание и правильная пропорция по отношению омега-3 жирных кислот к омега-6. Так, обязательно учтите фактор, что нельзя потреблять много соли в данных ситуациях. Уменьшите количество. Скажу хитрость, как это можно сделать. Человек привык посыпать солью какую-то еду, те же салаты. Но тогда вот эти микрогранулы, кристаллики соли рассыпаются. В хаотичном порядке они скрываются часто где-то под свертками листьев салата, между едой. И вы рецепторами языка, когда эту пищу едите, не чувствуете весь объем, что называется, соли. Вы просто получаете привычный вкус. Но чтобы уменьшить количество соли, а вкус был бы тот же, это можно сделать. Причем уменьшить можно хитрым способом количество соли при оставлении того же вкуса до 10 и более раз. А берите баночку стеклянную, насыпьте туда гималайскую, либо перуанскую каменную соль. Треть банки горячей водой залейте, размешайте. У вас даже останутся кристаллики на дне нерастворенные. Будет гипертонический, ну, примерно 35 промиллей раствор. А потом вы берете пипеточкой или чайной ложечкой на кончике, добавляете уже по вкусу, размешивая тот же салат. До привычного вкуса. Но реально, по факту, в 10 или более раз вы меньше соли будете потреблять при этом. Вот такая гениальная, да, шикарная подсказка для вас. Теперь, учтите многообразие отрицательных факторов, которые действуют на организм в целом, а на печень в частности. Особые меры, конечно, здесь должны быть направлены на, скажем, регенерацию клеток печени, ее защиту. Самая сильная трава в этом смысле – это семена расторопши. Значит, ну, также артишок очень полезен. Он двойного действия для почек тоже полезен. Но я рекомендую брать семена расторопши, размалывать их в кофемолке или в микроблендере на текущий день. Не на 2-3 дня вперед, а на 1. И начиная с чайной ложки 3 раза в день до еды, запивая водой за 40 минут, 50, за час или после еды, через час-полтора в этом диапазоне. Запивая теплой водой, постепенно за месяц увеличиваете дозу до столовой ложки сверху уже размолотого порошка, 3 раза в день также запивая водой. Долго, полгода и более нужно потреблять. Но это самое мощное средство для регенерации печени, которое входит, кстати, во все известные официально-медицинские полухимические, полусинтетические средства. Называть их не буду. Безусловно, в пище должно быть много витаминов группы В. Это как раз спирулин, сок пророскопшеница. Витамин С, ну, это вся растительная пища, вся зеленая. И витамины К, о чем я говорил. Отдельно витамин К органического синтеза тоже, в принципе, можно потреблять. Отдельно витамин В12. А обязательно, здесь всегда практически есть дефицит. Учтите, посмотрите мою крайне важную лекцию витамин В12. И под данным видео будет ссылка, как, где можно приобрести метилкобаламин в виде спрея, либо таблеток натурального органического синтеза. И это тоже обязательно учтите. Крайне важным фактором восстановления печени, выздоровления, будет применение грибных препаратов. Помните, есть такая наука фунготерапия. Она изучает лечебные свойства высших боздиальных грибов. Тысячелетиями люди знали их влияние только в последние столетия, когда химическая промышленность, в том числе медицинская, фарминдустрия, стала активно развиваться. Эти старые знания стали забываться и фактически уничтожаться. По понятным вполне причинам. Сейчас я дам вам конкретную рекомендацию по лечению грибными препаратами. Прохождению антипаразитарной программы. Она же гепатопротекторная. Немного теории вначале. Вы должны просто это знать. Каждый человек, зачем, собственно, это делать? Зачем принимать эти препараты? Так вот, одним из самых эффективных средств защиты печени от вирусов – это гриб шитаки. Содержащиеся в нем субстанции – это полисахарид лентинан и летучеподобные соединения, различные грибные фитонциды. Они защищают печень от поражения токсинами и вирусами, в том числе от действия алкоголя и его токсических продуктов метаболизма – ацетальдегиды. И помогают в восстановлении уже пораженных клеток печени. Второй гриб – это гриб лисички. Там находится активное вещество эргостерол. Оно защищает печень от различных нарушений ее функций и способствует необходимой продукции желчи, что крайне важно, и ее, то есть желчи, своевременному поступлению через общий желчный проток в пищеварительный тракт. А это помогает ферментам нашего организма, таким как трепсин, липаза, амилаза, расщеплять поступаемые из пищи жиры. В первую очередь это делает фермент липаза, который вырабатывается поджелудочной железой, совместно с желчью, превращая жиры в хорошо перевариваемые вещества. Помните, если печень хорошо работает, то холестерина, нужного, полезного для организма, вырабатывается достаточно, а вредного мало всегда в пределах нормы. Так вот, в лисичке содержится трометаналиновая кислота, которая успешно воздействует на вирусы гепатита и оказывает гепатопротекторное сильное действие. Так вот, к тому же она снижает билирубин в крови. Третий препарат – это трутовик лиственничный. Есть такой гриб, который содержит, например, полисахарид ланофил. А полисахарид ланофил очень действенен именно в комплексной терапии нарушений функции печени по ее восстановлению и токсической этиологии. Биологически активные вещества трутовика поддерживают процессы восстановления и регенерации клеток печени, что особенно важно при уже имеющихся хронических тем более воспалениях печени. Именно таким образом в этой комбинации трех грибных препаратов идет самое сильное регенерирующее воздействие пораженных клеток и тканей печени, соответственно. Эта комбинация препаратов способствует продуцированию ферментов и желчи, она предотвращает фиброз, цирроз, препятствует развитию раковых клеток, что крайне важно, потому что следующая стадия после цирроза и подобных состояний – это онкология. Так вот тогда этого просто не будет. Также вот эти целебные свойства грибов, известные с древних времен, надежно поддерживать будут функции, ну скажем, печени как главной лаборатории нашего организма. И, дорогие друзья, обязательно посмотрите мои вот эти лекции по печени, хотя бы вот эти две короткие выжимки и очень рекомендую полную длинную мою лекцию по печени. Ну а теперь переходим к лечению грибными препаратами. Итак, дорогие друзья, я рекомендую следующее. Первое – пройти антипаразитарную программу. Обязательно посмотрите вот это видео «Гриб-лисичка». Под ним найдете вы все и ссылку на правильную антипаразитарную программу и мое видео про паразитов. Посмотрите обязательно, чтобы вы знали, как происходит заражение, какие правила гигиены необходимо соблюдать, чтобы не было вторичных заражений, как уменьшить эти вероятные заражения. А, например, есть такое заболевание «аписторхоз», вызванное глистами-аписторхами, которые просто живут в печени и едят клетки печени. Как вы думаете, если это существует и есть такое поражение, разрушается печень? Могут быть гепатиты в том числе? Конечно, да. Поэтому фактор паразитов нужно убрать. И два раза в год любому человеку, от малой до великой, нужно проходить антипаразитарную программу. Это очень важно. Но что самое интересное? Это антипаразитарная программа, в которую входит гриб-лисичка-препарат, но только не сушеные лисички размолотые, а действующее вещество хиномоноза полисахарид, которое содержится в грибе-лисичке. Так вот, плюс препарат гриб-трутовик лиственничный и шитаки, только водорастворимая форма. Вот все они в совокупности дают мощную защиту печени и восстановление клеток печени гепатоцитов. Это сильная гепатопротекторная программа. Так вот, нужно ее пройти один месяц, полную программу. На второй месяц при данных заболеваниях потребляйте препарат гриб-лисичка в капсулах по две капсулы, три раза в день, то есть три баночки на один текущий месяц лечения потребуется. Шитаки водорастворимую форму по одному саше пакету два раза в день, можно за 20 минут до еды. Будет две коробочки, необходимые на один текущий месяц лечения. Третий препарат трутовик лиственничный по две капсулы три раза в день за 10 минут до еды потребуется три баночки на один текущий месяц лечения. Вот таким образом можно лечиться и второй, и третий месяц. Конечно, каждый месяц делать анализы, смотреть тенденцию. Это будет достаточно, но как дополнительная мера, это желательно, свечи трутовик на ночь раз в три дня ректально ставить. И тогда хватит одной коробочки, потому что в каждой идет 10 штучек свечек на один текущий месяц лечения. Соответственно, на два умножаете на два. Подводим маленький итог. Первый месяц – это антипаразитарная программа, назовем ее так, хотя она же гепатопротекторная. Второй-третий месяц по грибным препаратам – это поддержание печени и дальнейшая регенерация клеток печени. Расторопши идет параллельно совместно. Питание, изменения и корректировки идут, соответственно, параллельно совместно. Уберите из пищи животные белки, животные продукты. Увеличьте количество живой растительной пищи. Дополнительные методики, очень важные по растительному сырью, который применяется в лечении болезней печени, причем разных болезней печени, каких можете посмотреть здесь, вы найдете в моем инфопродукте, большом моем инфопродукте номер 10, который так и называется «Лечение болезней печени, желчного пузыря и поджелудочной железы». Четвертый месяц от начала лечения я рекомендую пройти по методике, указанной мною в лекции моей «Грипп-дождевик». Посмотрите ее, и вы поймете, что, почему и зачем. Ну а дальше, полагаю, когда вы уже измените, я надеюсь, с самого начала лечения, питание, образ жизни, обязательно учтите несколько важных факторов. Вам надо обеспечить организм всеми питательными веществами. Это раз. Второе. Убрать из своей жизни максимальное количество вредных факторов, которые влияют на здоровье человека, тем более и в том числе на печень. Посмотрите мою лекцию «Девять причин болезни» или две коротких части, выжимки, или полную версию. И учтите по максимуму все эти факторы, которые вы сможете изменить в своей жизни. То есть все вредные по максимуму убрать, все полезные и добавить. Третье. Это конкретно вот методики лечения, о которых я вам сейчас говорил. Но знайте, что методики лечения, комплексные методики лечения, это не только препараты. И это все. Питание, образ жизни, мысли, это физическая активность, это, соответственно, позитивный настрой и другие факторы. Обязательно смотрите мои лекции иные на моем канале в YouTube, и вы будете знать о своем организме практически все. Что ж, дорогие друзья, я дал вам конкретные методики лечения, план действий. Обязательно введите дневник своего здоровья. Например, левая колонка – это то, что вам кажется, то есть субъективно, а то, что точно, замерено, измерено анализы – это справа. Фиксируйте изменения, проводите периодические исследования, все необходимые, и смотрите за тенденцией. Обязательно данная методика, комплексное лечение, даст вам позитивные плоды, и вы поправите свое здоровье. Вы обязательно избавитесь от этого заболевания и от вообще группы болезней, связанных с печенью и не только с печенью. Ну что ж, дорогие друзья, вот на этом, пожалуй, все. Все основное я вам пояснил. Где посмотреть дополнительные важные рекомендации и аналитику, я вам тоже сказал. Подписывайтесь на мой канал, ставьте обязательно лайк, если вам это было интересно и важно, нужно. Ну а также поставьте колокольчик, а не только подпишитесь. Для чего? А чтобы не пропустить мои новые видео, когда они будут выходить, вы на вашу почту будете получать уведомления. Ну, название вы видео посмотрите и уже решите. Нужно вам его посмотреть или нет. Зато не пропустите очень важные, как это, к сожалению, делают, а потом пишут мне в чат. А вот где найти такое видео, где такое, я говорю, ну уже было, выходило. Вы хоть подпишитесь, будете знать. Ну вот это мой совет, да? Всего хорошего, крепкого вам здоровья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok